Нам всем нужно по-новому учиться говорить друг с другом, слышать друг друга, понимать друг друга, научиться определить, какие задачи нам необходимо решать, на них я могу отдельно потом ответить. И главное — научиться вместе думать, вместе находить пути решения всех насущных задач, которые стоят перед нами. Вот это самое главное, чтобы мы научились говорить на одном понятном языке, чтобы мы понимали, что мы одна единая семья. И мы не только должны нести каждый из нас ответственность за свои мысли, за свои слова, за свои действия, но мы еще должны быть ответственны за ближнего своего, то есть за каждого, потому что мы же говорим, что мы единая семья. То есть мне не должно быть все равно, что происходит с каждым из членов нашей семьи. Это говорит о том, что я должен думать, то есть каждый из нас должен учиться думать, чтобы было хорошо не только мне, но и всем остальным. Наш народ, я воспринимаю вас как одну большую семью, а в семье чужих не бывает. У нас уже есть очень хороший опыт на Северном Кавказе. Говорить можно один раз, но второй раз то же самое повторять, прийти и повторять то же самое, но это, в общем, по меньшей мере ничего полезного не приносит. Любой разговор должно продолжаться конкретным делом. Что такое конкретное дело? Это то, что мы определяем то, что нам нужно делать. То есть мы пишем программы, в которые мы вовлекаем максимальное количество участников нашего народа. Ну давайте я приведу еще один пример. Например, село, где еще несколько лет назад, 5 лет назад, было ощущение, что еще пару лет все, все исчезнет. Пьянство, все в глазах пустота, никто не понимает, что делать, как делать. По сути, я как говорю, заросли крапивой, какая-то безысходность. Сегодня в этом селе население, жители этого села, чуть ли не каждый второй уже с папкой бизнес-планом ходит. Значит, сами построили дороги, сами ремонтируют дороги, парк сделали, дом культуры, значит, восстановили и так далее, и так далее, и так далее. То есть сегодня вместе работают, если еще даже 2-3 года назад, ну, началось это все 5-6 лет назад, 2-3 года назад еще там земли мало кто обрабатывал, а сегодня земли уже не осталось, еще хотят земли брать, обрабатывать. То есть люди встали и пошли работать. Мы создали женсоветы, советы старейшин, ну, есть организация Алашара, которая в Черкесии уже 7-й год конкретно по программе сохранения развития этноса работает, где у нас есть руководители по направлениям молодежь, семья и дети, спорт, медицина, образование и так далее. То есть эти руководители по направлениям, они формируют экспертные советы, экспертами являются лучшие наши специалисты, если говорить по медицине, это там, не знаю, там, руководители, там, медицинских центров, там, заведующие лабораториями, то есть профессора, сокопочтенные профессионалы в своем направлении. И вместе с этими экспертами определяем самые главные проблемы в направлении медицины сегодня среди нашего народа. И мы выбираем приоритеты, и вместе с этими экспертами пишем программы, и эти программы воплощаем в жизнь. Мы работаем уже 7-й год очень плотно по программе, год назад мы создали, объединили все общественные организации абазинские в единую ассоциацию, обсадки. Теперь все общественные организации, опять же, как одна единая большая семья, воплощает очень активно все программы, которые мы пишем. А программы пишем подробно и конкретно для каждого села. Никто лучше самих жителей этих сел не знают, какие проблемы у них существуют. Опять же, когда мы пишем программы, мы определяем, какой потенциал есть у каждого села, непосредственно жителей села. Интеллектуальный, материальный и так далее, и так далее. Дальше мы определяем выходцы из этого села, какой потенциал у них есть, чем они могут помогать. Мы формируем бюджет села, исходя из того, что может включить в себя бюджет района для этого села. Дальше будем учиться писать, чтобы включали в республиканский бюджет, в федеральный. У нас есть очень мощное понимание власти. Мы вообще сторонники такого подхода, такого метода. Но нельзя приехать, даже пускай в свою родную республику, приехать и просто никому ничего не говоря, начинать собирать огромное количество людей и так далее, активно чего-то там им объяснять. Мы изучаем программы республики, республиканские, культурные, спортивные, разные. И мы даже сейчас уже учимся совмещать нашу программу с республиканской программой, чтобы мы за друг за другом кругами не ходили, а чтобы мы вместе создавали синергетический эффект того, что мы вместе работаем. Мы по уставу ВАГ должны создавать во всех местах проживания нашего народа региональные отделения, с помощью которых мы как раз программы по нашему конгрессу будем реализовывать, будем воплощать. В течение этого года мы уже будем писать, когда у нас уже есть структуры в регионах, в других странах, мы будем писать программы по каждой стране, по каждому региону, потому что нужно понимать, что в каждом регионе свои законы, какие-то свои требования. Ну и кроме этого всего, все будет зависеть, сложность этих программ будет зависеть от готовности наших сограждан за рубежом, в каждой своей стране. Но это мы будем мониторить ситуацию, и в зависимости от их готовности мы будем предлагать воплощать те или иные задачи. Главная задача наша — это их четыре на самом деле. Первая — это найти всех наших сограждан, где бы они ни проживали. Значит, включить их в процесс созидания. Далее, далее. Будем опять же, вот то, что мы сейчас вот в селах делаем, объединяем все наши усилия и решаем необходимые задачи для того, чтобы наш этнос не сокращался, а увеличивался, где бы они ни проживали. Параллельно, параллельно, перехожу на третью задачу. Объединение делового сообщества и формирование наших возможностей, формирование комплексной программы сохранения и развития государства Абхазии. Все деловое сообщество наше со всего мира. Мы объединимся, мы будем работать над тем, чтобы Абхазия во всех направлениях, в том числе экономическом направлении, очень динамично развивалась. Только в этом случае мы сможем создать естественные условия возвращения наших братьев и сестер на исконную родину. Абхазы в Абхазии чисто вот сами по себе это не смогут создать. Мы это будем вместе создавать, потому что это наша единая родина, и мы нашу маленькую страну должны сделать страной с великими возможностями экономическими. Потенциал огромный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...